Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Мой доклад открывает сессию докладов, в которых мы хотели бы... Вот эту картину, которую вы видите здесь на слайде, это литография голландского художника Эшера, относительность, которая, по нашему мнению, символизирует те неоднозначные вопросы, которые мы будем еще рассматривать сегодня на нашей сессии. В ней мы видим людей, которые идут вроде бы каждой своей дорогой, но при этом они никогда не пересекаются и могут даже не знать о существовании друг друга. Лейтмотив моего доклада, который я хотел бы также осветить, стоит ли игра свеч, то есть профилактическое облучение тазовых лимфоузлов, стоит ли игра свеч. Это выражение взято из жаргона игроков в карты и представляет собой фактически кальку с французского и означает, что выигрыш в игре настолько мал, что он даже не окупает стоимости свечей, которые сгорели за время игры. Итак, профилактическое облучение тазовых лимфоузлов при локализованном раке предстательной железы стоит ли игра свеч. Следует отметить, что рак предстательной железы стоит несколько особняком от других аденокарцином, при которых мы сомневаемся в необходимости профилактического облучения тазовых лимфоузлов. Например, при аденокарциноме молочной железы мы не сомневаемся в этом, поскольку есть уже убедительные доказательства, что это целесообразно делать, это увеличивает показатели выживаемости. Однако при предстательной железе вопрос неоднозначен. Следует сказать, что облучение тазовых лимфоузлов в настоящее время больше связано с предпочтениями в разных странах, в разных клиниках, в разных специалистов. Вот, например, на этом слайде представлен результат недавнего исследования, которое было проведено в США. Опрос экспертов в области лучевой терапии ракопредстательной железы и около 2-3 специалистов в США ответили, что они все же предпочитают облучать профилактические тазовые лимфоузлы. Однако так было не всегда. Вот, например, здесь представлены результаты исследования практик лучевой терапии в 90-х годах в США в области ракопредстательной железы. Мы видим, как на протяжении 90-х годов происходило постоянное снижение интереса к профилактическому облучению тазовых лимфоузлов. И в конце 90-х годов только 20% респондентов отвечали, что они готовы это делать. В первую очередь это связано с негативными результатами первых исследований профилактического облучения тазовых лимфоузлов. Одно из таких исследований – это RTOG 7706. При медиане наблюдения 7 лет в конце 80-х годов оно не показало преимущества выживаемости у пациентов, у которых не облучались тазовые лимфоузлы при предстательной железе. Апдейт этого исследования, опубликованный в конце 90-х годов, продемонстрировал те же самые результаты отсутствия статистически значимых различий в выживаемости пациентов. Человек, который, безусловно, оживил интерес к изучению профилактического облучения тазовых лимфоузлов – это профессор Мак Роуч из Университета Калифорнии. Он предложил вот эту знаменитую формулу. На основе этой формулы также были созданы ряд исследований. Одно из наиболее известных – это RTOG 9413, в которое включались пациенты с локализованным раком предстательной железы и с риском поражения тазовых лимфоузлов больше 15%, вычисленных по этой самой формуле. В этом исследовании было 4 группы, факториальный дизайн, то есть сравнивалось и облучение тазовых лимфоузлов, и добавление адювантной или неоадювантной анергендепривационной терапии. Первые результаты этого исследования, опубликован в 2003 году, при медиаиноблении 4 года, показали статистически значимое различие выживаемости у тех пациентов, у которых проводилось облучение тазовых лимфоузлов, имелось преимущество выживаемости. Последующая публикация, промежуточный анализ результатов исследования, также показал различие выживаемости в зависимости от размера поля облучения, то есть они разделили на весь таз, мини-таз или только предстательную железу. И кроме того, в этой публикации также было обнаружено, что увеличение размера поля облучения статистически достоверно увеличивает частоту поздних лучевых повреждений со стороны кишечника, хотя она была небольшая, всего 4% через 5 лет. Однако при публикации окончательных результатов этого исследования в 2007 году, при медиальном наблюдении уже 7 лет, несмотря на то, что статистически значимые различия выживаемости между четырьмя группами сохранялись, наихудший показатель общей выживаемости были продемонстрированы в группе облучения всего таза плюс адювантная гормональная терапия. Кроме того, не было обнаружено статистически значимых разниц выживаемости в группах пациентов, которые получали неодювантную или адювантную гормональную терапию, и также не было обнаружено разницы выживаемости в зависимости от того, облучался весь таз или только предстательная железа. И, наконец, третье исследование, рандомизированное, которое опубликовано было недавно, в 2016 году, в окончательные результаты это ГИТУК-01, проводилось оно в Европе. Также это исследование не показало разницы выживаемости пациента в зависимости от размера поля облучения, облучаются ли лимфоузлы или только предстательная железа. В этом исследовании был проведен анализ по подгруппам, также были проанализированы пациенты с риском микрометастазов тазовых лимфоузлов в более 15% в соответствии с формулой РОУЧ, которые получили адювантную гормональную терапию, у них также не было обнаружено разницы в безрецидивной выживаемости. И что интересно, пациенты, которые не получали гормональную терапию, у которых по формуле РОУЧа риск поражения лимфоузлов составлял менее 15%, у этих пациентов как раз была обнаружена разница в безрецидивной выживаемости в сторону облучения лимфоузлов таза. Таким образом, на сегодняшний день нам известны три клинических рандомизированных исследования, посвященных вопросу профилактического облучения тазовых лимфоузлов. Все они показали негативные результаты. Однако это не означает, что мы не должны облучать тазовые лимфоузлы, поскольку все эти исследования имеют свои недостатки, они перечислены на этом слайде. И результаты этих исследований, они, в общем-то, возможно, малоприменимы к сегодняшней практике лучевой терапии. Мы используем более высокие дозы, мы используем стратификацию риска, используем другие комбинации с лекарственной терапией. Помимо рандомизированных исследований, в последние два года были опубликованы интересные ретроспективные анализы, посвященные этому вопросу. Например, исследования на основе анализа National Cancer Database в США, в которые было включено почти 15 тысяч пациентов с локализованным раком предстательной железы высокого риска. Они были проанализированы в зависимости от размера поля облучения. Также не было обнаружено статистически значимых разниц выживаемости в зависимости, облучались тазовые линфоузлы или не облучались. И даже в подгруппе пациентов, в котором проводилась лучевая терапия до современного уровня дозы, порядка 80 грей, также не было разницы выживаемости. Еще одно интересное исследование – это ГИТУК-12. Дизайн этого исследования заключался в том, что к стандартной АДТ у пациентов с раком предстательной железы высокого риска добавлялась химиотерапия, дацетоксел, эстромустин, и было проведено сравнение выживаемости. И что интересно, у всех пациентов при включении в исследование была выполнена лимфодисекция тазовых линфоузлов, то есть статус линфоузлов был точно известен. При незапланированном вторичном анализе результатов это исследование при облучении тазовых линфоузлов у пациентов с ПН0 не была обнаружена разница в выживаемости. Однако у пациентов, у которых были поражены тазовые линфоузлы, как раз облучение даже ухудшило результаты выживаемости, однако авторы сочли это ложноположительным результатом. Эта противоречивая тема облучения тазовых линфоузлов при предстательной железе вращается вокруг четырех основных вопросов. Отбор пациентов, объем облучения, добавление андроген-депривационной терапии и суммарная доза. Отбор пациентов на сегодняшний день одним из наиболее перспективных способов являются номограммы. Эти номограммы были выведены на основе результатов анализа линфоденектомии у пациентов, у которых выполнялась радикальная простатектомия. Одна из наиболее точных номограмм – это номограмма абригантия. Она позволяет предсказать риск поражения тазовых линфоузлов при расширении тазовой линфодектомии с точностью порядка 88%. Одним из ее важных пунктов является количество позитивных биоптатов при биоптии предстательной железы. И при определении риска поражения тазовых линфоузлов более 5% рекомендуется выполнение тазовой линфодисекции. Выполнение тазовой линфодисекции позволяет достоверно установить, есть или нет микрометастазы в тазовых линфоузлах. И в зависимости от этого проводить облучение тем пациентам, у которых это поражение есть. Поскольку были исследования, которые доказали, что это необходимо делать, и это увеличивает выживаемость этих пациентов. Вот, например, в этом исследовании проводилось профилактическое облучение линфоузлов таза при ПН1, и были достигнуты достаточно неплохие показатели пятилетней выживаемости. И не отмечено ни одного рецидива в тазовых линфоузлах. Это тазовая линфодисекция также позволяет выяснить статус линфоузлов пациентов, которым проводится лучевая терапия на предстательную железу по радикальной программе. Вот в этом исследовании из Бельгии пациенты, которые получали облучение предстательной железы, им выполнялась до лучевой терапии тазовая линфодисекция, и затем профилактическое облучение линфоузлов таза. Было обнаружено при сравнении выживаемости этих групп пациентов, что имеются статистически достоверные различия в безрецидивной выживаемости. При этом облучение линфоузлов таза при доказанных микрометастазах выживаемости этих пациентов хуже, чем у пациентов, у которых не было микрометастазов. Еще один интересный подход – это биопсия синтенельных тазовых линфоузлов. В этом исследовании у пациентов при выполнении этого исследования в 42% с клинически негативными тазовыми линфоузлами были обнаружены микрометастазы. И также те пациенты, у которых проводилась лучевая терапия плюс гормонотерапия, выживаемость, тем не менее, оказалась гораздо ниже, чем у пациентов, которым не проводилось профилактическое облучение при ПН0. Еще один интересный вопрос – это сочетание облучения тазовых линфоузлов с гормонотерапией. В этом ретроспективном исследовании из США было проведено сравнение в группе пациентов, которые не проводилась гормонотерапия, и проводилось сравнение облучения только предстательной железы или предстательной железы плюс линфоузлы таза. И в этой группе как раз была обнаружена разница в смертности, то есть облучение тазовых линфоузлов приводило к снижению смертности. Однако в группе пациентов, в которых добавлена была гормонотерапия, эта разница в выживаемости исчезла. То есть это позволяет предположить, что, возможно, гормонотерапия как бы может заменить профилактическое облучение тазовых линфоузлов. Авторы же этой статьи предложили очень интересную гипотезу о взаимном влиянии профилактического облучения и гормонотерапии. Они говорят о том, что, возможно, на ранних этапах наблюдения пациентов после лечения, в группе пациентов, которых проводилось облучение всего таза, происходит регрессия микрометастазов в костях таза. И поэтому эти пациенты имеют более высокие показатели выживаемости без биохимического рецидива на ранних сроках наблюдения. Однако в последующем развиваются микрометастазы вне тазовых костей, и эта разница в выживаемости исчезает. Именно такие механизмы объясняют негативные результаты исследования RTOG-9413. Следует помнить, что сохраняющиеся заболевания после проведенного радикального лечения, локальный рецидив, может быть источником отдаленных очагов, которые как раз определяют прогноз этих пациентов. В этом исследовании проведен анализ, и было доказано, что выживаемость без отдаленных метастазов гораздо хуже у пациентов с локальным рецидивом. И причем риск развития отдаленных метастазов возрастает с течением времени. То есть если локальный рецидив в простательной железе или в лимфоузлах таза сохраняется, это может быть источником отдаленных очагов. А что же будет, если у пациентов не проводить профилактическое облучение тазовых лимфоузлов? В этом интересном исследовании из Memorial Sloan Kettering Cancer Center приведены данные достаточно большой группы пациентов, почти 2700 пациентов, с локализованным раком предстательной железы всех групп риска, в том числе высокого риска. Им проводилась современная высокодозная лучевая терапия вплоть до 80 грей. Это исследование Memorial Sloan Kettering. И ни одному из этих пациентов не проводилось профилактическое облучение тазовых лимфоузлов, поскольку это была политика клиники в то время. Авторами было проанализировано атомическая локализация первого рецидива в этой группе пациентов. И у пациентов в группе высокого риска первым типом рецидива был локальный рецидив в предстательной железе. Как это ни странно, несмотря на достаточно высокие суммарные дозы облучения, которые подводились в предстательной железе, на втором месте был рецидив в костях, и только на третьем месте рецидив в лимфоузлах таза. Причем только у 3,3% пациентов это были изолированные очаги в лимфоузлах таза. То есть это та группа пациентов, которая бы потенциально получила преимущество от облучения тазовых лимфоузлов. Также авторами проведен очень интересный анализ смертности в этой группе пациентов в зависимости от тропизма рецидива. В их анализе было установлено, что имеется достоверно значимая, статистически значимая разница выживаемости в зависимости от преимущественной локализации рецидива. От локального рецидива, это рецидив в лимфоузлахах, в костях или мультифокальный рецидив. То есть это позволяет предположить, что возможно мы им делаем с разными типами ракопредставительной железы, их прогноз зависит от факторов, которые нам пока еще неизвестны. Еще один важный вопрос, это вопрос объема облучения тазовых лимфоузлов. Тоже та же группа пациентов из Memorial Sloan Kettering. Проведен анализ локализации рецидива в тазовых лимфоузлах, в котором не проводилось профилактическое облучение. Установлено, что у 10% пациентов имеются рецидивы в общих подвздошных лимфоузлах. А общеподвздошные лимфоузлы зачастую у нас находятся вне поля облучения, поскольку, например, на правой части слайда представлены диаграммы, в которых продемонстрированы разные верхние границы облучения тазовых лимфоузлов. С1 и С2 это была та граница, которая использовалась в исследовании ГИТУК-01, при такой локализации верхней границы поля облучения всего только 33% рецидивов оказываются в поле облучения. При локализации верхней границы в области Л5 и С1, то есть это общепринятая граница по рекомендациям Артеоджи, например, только половина рецидивов оказывается в поле облучения. И вот если бы в этой группе пациентов граница была увеличена до Л4-Л5, тогда 93,4% рецидивов оказываются в поле облучения. И на основании вот этих данных, которые появляются в последнее время в текущем исследовании РТОГ, который исследует профилактическое облучение тазовых лимфоузлов, рекомендована верхняя граница для облучения, она поднята до уровня Л4-Л5. В настоящее время есть два рандомизированных клинических исследования, это РТОГ-0924 и ПИС-2, которые скорее всего дадут нам ответ на вопрос, нужно или не нужно облучать тазовые лимфоузлы профилактические при раке предстательной железы, но, к сожалению, результаты мы, видимо, увидим не раньше 2020 года. Выводы. Профилактическое облучение при локализованном раке предстательной железы не улучшает показатели выживаемости по данным трех рандомизированных клинических исследований. Золотым стандартом для определения поражения тазовых лимфоузлов остается расширенная тазовая лимфодисекция. Облучение пораженных тазовых лимфоузлов в комбинации с гормональной терапией увеличивает показатели выживаемости, но они остаются более низкими по сравнению с пациентами, у которых нет пораженных тазовых лимфоузлов. При невыполнении профилактического облучения даже у пациентов с высоким риском изолированной метастазы в тазовых лимфоузлах, по данным исследований из Memorial Sloan-Kettering, обнаруживается у 3-3%, и основной проблемой является локальный рецидив предстательной железы, который, в свою очередь, может быть источником отдаленных метастазов. Объемы и дозы облучения оригинальных лимфоузлов остаются предметом клинических исследований. Вопрос о необходимости включения в объем облучения тазовых лимфоузлов при локализованном раке предстательной железы является предметом клинических исследований, результаты которых, по-видимому, станут доступны не ранее 2020 года. И хотел бы закончить эту фразу из одной из статей, посвященной данному вопросу. Профилактическое облучение в 2016 году. The jury is still out. Вердикт все еще не вынесен. Спасибо.